Добрый вечер, дорогие зрители, с вами Сеня, с вами студия RUHUB, и мы продолжаем смотреть сегодня квалификации на ESR1 New York 2018, чемпионат, который пройдет, по-моему, в конце сентября, и вот уже проходят закрытые европейские квалификации. Команда Биг проиграла сегодня Гамбитом, соответственно, упала вниз, сейчас играет с Хелл Ризерс, которые, в свою очередь, по идее, проиграли оптиком, насколько я помню, это была параллельная встреча. Занимает Тапсон компания всеважной области на карте, Тапсон пока что на столах, чекает Дугу, получил Моксик свой хэдшот, ну и, в принципе, команда Биг уже готова раскидывать плент Б, ребят. Двери законтролили, Б законтролили, ну и могут начинать свой фирменный выход. Кстати, команда Биг постоянно в пистолетных раундах ходит с гранатами, хотя кто-то там собирал статистику и говорил, что все очень плохо у Бигов именно с пистолетами. Хотя я, честно, вот не помню, с Хероик, по-моему, брали пистолетки, с Гамбитами тоже какие-то пистолеты тащили. Иса играет на хэлпе, выход на точку Б, Иса разваливает Смуя, Иса падает, Дефокс, ну, Гильере реализовал СЗшку, а вот теперь уже неплохо, Тизиан упал, бомбу фейкует, Гобби не ставит, действует на монстре. Со всех сторон Гобби могут отстреливать, но он старается. А Моксик падает, однако Кирилл Карасев, он же Ангел, приходит на точку Б, и команда Хэлл Рейзерс берет раунд. Сенька, это чувак из Нави. Ну, когда-то, да, играл я. Бывший, бывший игрок команды Нави. Так, я хочу название в стрима поменять, по идее. У нас Хэлл Рейзерс играет с Бигами, правильно? Хэлл Рейзерс, Биг. Ну, пока что все неплохо складывается для Ашаров, главное, они не дали поставить бомбу. В итоге у Биг сейчас, кстати, Легия, да, появился у нас в составе. Легия заменяет, видимо, одного из игроков команды Биг. Легия играет тренером, я напоминаю. Ну, точнее, как играет. Работает тренером в команде Биг. Бывший профессиональный игрок. И иногда заменяет у нас отсутствующих ребят в команде Биг. Воксик забирает Смуя и Тапсона. Погибает Легия. Ситуация 2 в 5. Бомба лежит у нас на ланге. Перетягивается Изиан к тиммейтам. Но шансов, конечно, мало. У Гоба Би Смог. У Тизиана первый армор. Илон, конечно, забрать будет довольно трудно. Там 3 человека. Команды Hellraiser. Дэдфокс. Нашивает. Вот так и забирает Гоба Би и погибает Тизиана. Удалось, кстати, Тизиана забрать Дэдфокса. Но это не страшно. Сейчас будет у нас плюс-минус такой же раунд. Опять пистолеты, опять какие-то банки и попытка взятия. Но получится ли вопрос? Смогут ли ребята затащить? Посмотрим. Два Фамаса, МК и две МПХи у нас. У команды Hellraiser. Хаешки, я так понимаю, на фонтане решили реализовать. Игроки команды Биг. Не высовывается. Ашер, Дэдфокс. Играет довольно активно. Но при этом в область фонтанов он не заходит. Стоит, ждет. Воксик тоже, если что, будет помогать. Изиана. Пока что не спалили. Ну а вся при этом оставшаяся команда Биг стоит у нас под Б. Будут атаковать монстра. Выходить под минимальное количество гранат. На шифтах причем действуют. Выходят. Ну и там ничего не светит. Бондик просто разваливает с Фамасом. Одного, второго, третьего. Тизиан вместе с Легией. Тоже никуда. Тизиан последний игрок. Бондик, возможно, сделает Эйс. Иса все-таки забрал этот фраг. В итоге 3-0. Но это такие очень плохие раунды от команды Биг. Если честно, не понимаю, в чем идея. И в первом не покупает арморов. Во втором не покупает арморов. Но зато сейчас как бы много денег. Можно покупать Калашникова. Смуля взяла ВП. В этом плане все классно. Но так можно играть, мне кажется. Но не всегда, если честно. Потому что реально это все из 1-6. Помните, когда у нас был пистолетный раунд, а потом 2 экономических. Тут же в CS GO, наверное, 50 на 50 самая выгодная игра. Смуля щелкает Воксика, который загулял на фонтанах. Пытался отстрелить, в свою очередь, яму Тайровскую. Но не получилось. И в итоге все закончилось таким вот фиаско. Воксик падает. 4 в 5. 2 на Б, 2 на А. Ну а команда Биг потихонечку подходит сейчас. Дэдфокс стоит в туалетах. Тапсон разваливает Ангела. Ну и, кстати, 2 человека на пленте А. Именно туда идет команда Биг. Может быть, еще что-то получится. Дэдфокс с авиком законтролил Гоба Би. Гоб вроде как чекал. Эту позицию. Но снайпер протекал АШ. В итоге АВП вышел фаворитом. И победителем этой стычки. Атакует АПЛЕН все-таки Биги. Ну как-то... Слишком медленно, что ли. Вроде 2 минуса сделали. Уже могли давным-давно раскинуть. Но все равно. Ходят туда-сюда. Но это все равно может сработать. Потому что АШР из-за этой такой... Паузы. В итоге на Б пошли. Она оставили одного Дэдфокса. Он с АВП на халпе пытается сделать минусы. Но пока что все в смоках. Все в флешках. Поэтому скорее всего это сейв от команды HellRaisers. Потому как не угадали. Легия не тренер. Он стенден заменяет... 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 Некса. Весь день дизинфу даешь. Почему весь день? Я про Легию вообще ничего не говорил. В этом... Прошлых играх. Это я сейчас сказал. Не знаю насчет того. Тренер он не тренер. Но по-моему именно Легия находился за спиной... На ESL. Если я все правильно помню. Но может быть. Пардон. Я не буду спорить. Стендин вместо Некса. В любом случае непонятно куда делся игрок у нас. Играл... Играл. И куда-то пропал. А без Некса будет... Если честно трудно. Потому что Некс... Мне кажется вносит очень много дэмэджа. Его спреи там против Гамбита не решали. Он так с одной зажатки сразу же... Разваливал. Биги пикнули оверпасс. А шары пикнули трейн. И даст 2 остался напоследок. Ну с трейном проблема у команды. Биг однозначно. Поэтому оверпасс это их хороший шанс. Если на оверпассе что-то пойдет не так. То а шары могут выиграть счетом 2-0. А вот на дасте не знаю. На дасте... Бигов я еще лично не видел. Воксик забирает на Смую. Хотя нет, видел по-моему Бигов. Они там играют не очень хорошо. Но по крайней мере... Против... Мы были когда-то играли плохо. На ЕС или... Иса. Пытается нашивать у нас деревяшку. Тапсон. Откидывает коктейль Молотова на хелпу. Собственно, как и вся команда Биг. Готовы раскинуть банки. В меньшинстве будут заходить на двоих. Но в принципе довольно быстро Дэдфокс подойдет своим тиммейтам. Он уже, по-моему, упал туда. Малые пески. Вот он Дэдфокс. На хелпе он. Никуда не падал. Ну... Ангел поджал просто детскую площадку. Тут один вариант. Пройти через коридоры. Через коннектор на плента. Но вряд ли. Они просто стоят. Они ждут. И через там какое-то время просто пойдут. Легия. Подсадочка. Пытаются ребята вычислить. 40 секунд до конца. Ну и секунд, наверное, через 10-15. Пойдут уже выходить. Ну. Ждем. У моря погода. Один коктейль Молотова. Всего лишь прилетает. Очень долго холдят нас. Ребята из команды Биг. Еще один коктейль Молотова. И все. Докидывают банки. Одна флеша просто убирает всю команду Биг. Все слепые. Иса. Знатная зажатка. Идиант Апсон падает. Бондик за колонной. И, собственно, раунд. Ну, вы сами все видели. Как такой раунд брать, я не понимаю. Карта не контролится. Спина под контролем команды Хеллрейзер. Сангел поджался ВП. И, в итоге, три человека четко контролируют очку Б. Не знаю. Тут пока что Биги... Ну, этим раундом они явно показали, что... Карту оверпасса они хоть и пикнули, но... Какое-то странное понимание, если честно. Биги, я вроде как запасной игрок. Ну, кстати, запасные игроки, я считаю, должны быть в командах. Причем такие жесткие. Я когда-то раньше, в 2000... В 2005, по-моему, году. Или в 2006? В 2006, по-моему. Был период в 1.6 полгода или год. Когда на некоторых турнирах разрешили... Менять игроков в зависимости от карт. И кто-то... Из серьезных команд начал этим пользоваться. Ну, буквально там... Это очень был короткий период. И мы эту идею тоже все подхватили тут в Украине у себя. И у нас, помню, во Львове была команда, в которой было 7 человек. И мы в зависимости от карты... Меняли... Игрока. И это было очень круто, на самом деле. Мне это очень нравилась идея. Было новое дыхание. Играть веселее. И... Больше людей в команде. Больше возможностей. О, Иса! Какой спрей просто. Принял. Аплент. Неплохо. Но, опять же. Под один смог входили ребята. И до свидос. АВП у Исы. АВП у Воксика. Диамки и Калашников. Бегут в направлении... Туалетов у Настеры. Занимают коннектор. Будут быстро выходить, наверное, на Дэдфокса. Вместе. Просто быстро проверяют. Вот здесь сейчас засада. Там 2-3 человека находятся. Это мы решили пронестись. Иса. И Зига забирает с Муя. Вроде как у Тера был шанс. Но тут АВИК. И все. Стоят у нас на точке Б. Игроки защиты ждут. Пока к ним гости придут. Ну и опять. Опять никакого контроля карты. Ну... Я не знаю, ребята. Они точно пикали оверпасс? Это 100% информация. Сейчас еще я прочекаю. Потому что реально... Очень плохо. Реально очень плохо. Ангел забирает Гоба Би. Дэдфокс. Реализовал Калашников. Забрал Легия. Ситуация. 2 в 3. Ангел. Замечает Тапсона. Тизиан автомат Калашникова. И он просто ждет. Поставить бы бомбу, наверное. Берет бомбу в руки. Ангел сразу выходит через балкон. Тизиан. Можно забрать Ангела. Можно забрать Хлупу. Но Дэдфокс на Зиге. 6-1. Команде Биг. Срочно нужна пауза. И контроль карты. Нужно смотреть банан. Нужно занимать лонг. Только потом перегруппироваться в коннектор. Выходить на Б-плэнд. Так просто выходить. Когда ты ничего не контролишь. Это, по-моему, провал. Так. Оверпасс. Действительно. Выбрали Биги. Так, по крайней мере, на Хлтв написано. Ну и реально. Как бы Трейн они тоже выбирать не могли. Потому что следующая карта Трейн. На Трейне мы их видели. Ну это фиаско. Хотя играть за атаку. Может быть в защите что-то будет получше. Отстой идея же с заменами. Идея просто великолепная, чувак. Ты не представляешь, насколько это удобнее и круто. Когда у тебя есть состав из 7-8 человек в кейсе. И все вы тренируетесь. Намного, во-первых, проще одному-двум людям запомнить и отточить свои действия там на какой-то крутой карте. Одной, двух, трех. Чем задрачивать пятерым все 6-7 карт. Это раз. Во-вторых, у тебя всегда есть стенденция, всегда есть четкая замена. Потому что, ну как бы, фулл-тайм тренироваться ты не можешь. Это видно вот уже по Олафу, да, который там проблемы у человека и все. И что делать в команде? Или Гардиан, помните, болел. Ну вообще болеть. То есть, на самом деле в команде, если кто-то заболевает в кейсе, это провал все. Это минус чемпионат точно. Это минус большие деньги. А когда у тебя есть 7-8 человек в составе, то если что-то пойдет не так, ты всегда можешь посадить игрока хорошего. Который с тобой как бы общается, с тобой в команде. Полноценный игрок. И я не знаю, почему, на самом деле, к этому не приходят ребята. Не то, что ребята, организации, да, это. Это и Valve должны поддержать организации. Потому что мне кажется, ну, в любом спорте есть замены. В любом. Я даже не знаю такого же варианта, как в кейсе, когда только 5 человек и все. Никаких, никаких у тебя нет замен. Тренер и 5 человек. Все. Больше людей в команде нет. Смуя забирает Дэдфокса. Биги. Услышали. Все-таки. Вняли мы им молитвам. Такие, да, нужно законтролить карту. В итоге стоят под Б. Но и накаляют обстановочку при этом на А. Бомба, кстати, отходит. Неужели пойдут на А? Тапсон. Выбирает Моксика. Ангел на размене. Забрал Тапсона в ответ. Возвращается тем временем. На А еще и в контейнерах ИСа. И тут понимают игроки атаки, что все-таки нужно уходить на Б плент. На точке Б находится Бондик. Он готов принимать. Прилетает Смок на Хлпу. Бондик отворачивается от флешки. Зовет на помощь своих тиммейтов. Но при этом уже вся команда защиты на точке. Легия ставит бомбу. Бондик не рискует. Заходит все-таки ИСа. Вот кто рискует. Ну, странное решение. Ай-яй-яй. Как же Бондик не видит ни тень, ни игрока, который прошел. Странно. И вот в который раз мы замечаем, что действительно мы с вами на Гоу ТВ видим немножко больше. Ой, горел только что Легия. Бондик в итоге справился. Бомба на дефолте. Последний Тизиан. Спалился. По нему есть инфа. Тизиан. Туда-сюда бегает. Пардон. Тизиан. Забирает Бондика. Один на один против Ангела. Ангел. Ангел отпускал бомбу. Он отпускал бомбу. В итоге Тизиан выходит и тащит раунд. Это второй для команды Биг. Немножко не разыграли, ребята. Эти хорошие игроки будто будут весь год сидеть, ничего не делать и ждать взамен. Конечно будут, а чё им не делать ничего? Они, во-первых, тренируются. Они играют некоторые карты. Они получают хорошую зарплату. И точно так же, как и обычные проигроки стримят. Пишут там в твиттерах. Развивают свою медийку. И так далее. Поэтому, ребят, это реально, ну, даже спорить, по-моему, тут бессмысленно. Вы, как бы, не играли в кейс никогда. Даже сейчас, вы как зрители, вы что не понимаете, что уже было кучу раз, когда нужна замена, хорошая замена. А играет просто там Миша Кейн, который гранаты кидать не умеет, да, тренер. То есть, и это как бы, это не его задача играть. Его задача тренировать. Поэтому замена должна быть. Тем более, посадили молодого игрока. Пусть смотрит, пусть играет с вами, пусть тренируется. И у вас всегда крутая замена. И будущее, скажем так, команда готова. Потому что этот молодой игрок может впитывать. Дэдфокс забирает этот тапс на их гоба бис. Муя умирает. Но Легия остается 1-4. Ну, Легия, кстати, в этом плане очень хорошая замена. В любом случае. Конечно, он, наверное, не так хорош, как Некс, да. Но в любом случае, он очень опытный, грамотный игрок. Он, в принципе, играл за команду Биггс много. 8-2 в пользу HellRaisers. 5 остается. Что у нас там по статистике выпишут? 0-0-8. А, у Легии было, да? У хорошего игрока 1-0-9. Ну, как бы ты круто не играл, если у тебя практики нет с командой. Рука не набита. До свидос. Дэдфокс играет у нас пока что. Аккуратно. В туалетах чекает начало дуги. Тем временем Бигги с пистолетами в кармане. Занимает начало. Ну, идут пушить. Фоксик справляется с одним, с вторым. Сейчас с третьим бы справился, наверное. Оп, тень. Ну, тут, согласитесь, мало что светит в команде Бигг. В этом раунде, как минимум. Потому что совсем без ничего. Без армора, без гранаты. Контроль карты налицо. Что с Нексом? А с Нексом я не знаю, что. Его просто не было, и все. Потому что в любом спорте есть травмы, но не в киберспорте. И в киберспорте есть травмы, лу. Туннельный синдром. Моральная травма. Ты сидишь за компьютером. Очень много времени. Когда ты проводишь столько времени за компьютером, то, ну, депрессия, она, как бы, тоже очень сильно может бить. Бонтик. Бонтик. Играет в малых. Иса. И снова проблема у команды Бигг. Иса хорошая зажатка. Тапсон приходит в спину. Ну, это инфа. Тапсон. Вот, вот, погибли. 10-2. В пользу команды Hellraiser остается 3 раунда до конца первой половины. Напоминаю, что... На карте ДКш против Гамбит удалось Биггом затащить. На карте Инферно тоже Бигги тащили хорошо. Поэтому, может быть, на оверпассе против Ашер получится нечто похожее. Трустори. Когда Сеня также пришел в нави, изначально на принтере сидел. Да, есть такой видосик, как и попал в нави. У, я с авиком. Бум. Загулял Иса. Решил все-таки проверить монстра. Но там был АВП. Вообще, нужно было понимать игрокам команды Hellraiser, что не зря Бигги так часто сливают. Они сливают регулярно, чтобы у них полноценный был бай. А это значит наличие АВП. Ой-ой-ой, как же ошиблись два игрока атаки. Просто, ну, как ошиблись. Тут Ангел по таймингу вышел очень круто. В итоге забрал практически двоих. Но Бондик подставляется на бочках, на точке Б. Никого у нас нету. Прилетает один Смог, флешки, коктейли Молотова. И, в принципе, на Б-плэн пройти не проблема. Денег, по-моему, много у Ашеров должно быть. Поэтому они, скорее всего... Не факт, да. Не факт. Хотел сказать, я скорее всего, пойдут. Но теперь посмотрел. Увидел, что там даже по две тысячи у некоторых есть, ребят. Может быть, стоит засейвить. Но, во всяком случае, отстрелить сейчас было бы неплохо. Наверное, самый оптимальный вариант. Тизен забирает Дэдфокса. Коктейль Молотова. Ангел подбирает Эмку. АВИ подбирает Воксик. И ребята уходят на сейв. Туннельный от нитравна в результате матча. Это хроническая болезнь. Да какая хроническая болезнь, чувак? Это болезнь, которая может быть и хроническая. Но она в любом случае у тебя может развиваться. Если ты много сидишь за компом и задорачиваешь на Дэме. Из-за захвата мышки. Из-за этого постоянного движения мышкой по ковру. Да куча проблем есть, связанных с сидячим облацом жизни. Спина может болеть. Не знаю. Обычная болезнь какая-нибудь. Там грипп. Диарея. То есть приезжаешь ты, например, на турнир. Вот пять человек. В Китай какой-нибудь. Ну, с непривычки решил что-нибудь съесть китайское. И тут топ. Всё. Проблема с животом. Гобби. Разваливает Иса и Бондика. Ангел пытается ответить. Он играет в малых песках. Замечает за колонной. Но его взрывает Тапсон. И вот теперь можно ставить бомбу. Воксик вместе с Дэдфоксом. Два. Четыре. А эти раунды в конце на самом-то деле очень важны. И их желательно было бы, конечно, не отдавать команде Хеллрейсерс. Тапсон. Не заметил, кстати, по-моему, Воксика только что. А вот Воксик видел. Но, по-моему, снова сейв. Ну и, соответственно, приехал ты на чемпионат. Всё. Выбыл. Живот болел. Когда недавно, да, у Зевса там что-то болел живот где-то. На ESL. Где-то там. Он писал. Или в Инстаграме говорил. А так, есть всегда замена хорошая. Крутая. Какой-нибудь. Симпл 2. Всегда готов ворваться. Не знаю, почему до сих пор этого нет. Да и проблемы решаются, на самом деле, в команде, мне кажется, лучше, когда там 6 человек, 7 человек. Потому что у нас вот сейчас там поссорились. Коалиция из троих кикает двоих. Или коалиция из четырёх кикает одного. А так, 7-6 человек. Так просто никого ты не кипнешь. Воксик. Забирает легию. 4 в 5. Воксик на дуге. Уходит поглубже. На Аплен. Ну смой, я попробую сейчас его со столов, возможно, забрать. Нет, не стал. Идёт на лонг. Там у нас Дэдфокс прячется. Дэдфокс, по-моему, должен слышать. Да, вот только что услышал по-любому. Может быть, флешка какая-нибудь прилетит. Смуя чекает Апленд. Дэдфокс справа. Его проверяет. Смуя промахнулся. 45 хпл остаётся. Ну и вместе сейчас попробуют его выудить в этой области. Тем временем, выход под флешку. Иса ловит сейчас Тизиона. Ну а Смуя, кстати, справился. Вместе с Апсоном сделали минус. Но Иса сделал килл. Гобби падает. Бомба на руках команды Биг. 2 в 4. Но ребят попробуют уйти на точку Б. Смуя пытается вычислить Апленд. Ой, Тапсон. Вот это реакция. Воксик. Ну Воксик, понятно, он не видел, потому что он в зуме ходил. А Тапсон, я не знаю. Догиангл зашёл в спину, сделал 2 минуса. Смуя и Тапсон погибли. Это 1-4 победа команды Hellraiser с первой половины. Симпл-2 сидел бы на банке. Ну ребят, это образно, образно. Вот вы так любите цепляться. Симпл-2. Хо-хо-хо. Как бы Симпл-2 будет на замене. Да куча есть молодых. Представьте, молодой крутой стрелок. Такие сейчас есть. Вот берёте Тир-3 команды, Тир-4 команды. Поверьте, ему, какому-нибудь там, жёсткому Аймеру, было бы за счастье в 15-16 лет сидеть на замене любой Тир-1 команды. Он бы просто посещал бы все их тренировки, изучал бы все их тактики, играл бы ДМы. При этом, если кто-то там не мог, например, тренировка назначена там на какое-то время, да, а тут человек не может. Вот жизненная какая-то обстоятельства, проблема. Потому что вы тоже думаете, да, там, про игроки сидят целыми днями и тренируются. Да, они так стараются делать, но они тоже люди, у них есть там, вот у Зевса там, девушка, мама, папа, брат, сестра. Если родственники заболели, если чё-нибудь будете решить по жизни, там, надо. Сходить там туда-сюда-сюда-сюда-туда, там, поездить, там, решить вопросы разные. Там у Зевса дочка есть, например. У Паши бицепс, там, по-моему, двое детей, там. Поэтому есть, ну, какие-то вещи, которые во время, там... Назначенные тренировки вдруг появились. И их надо решить. Не тут. Отыгрывает стенды. Это если говорить о стендыне. Но я вообще изначально говорил не о стендыне. Я говорил о команде из семи человек, которая, в зависимости от карты, меняет игроков. Тренер. То есть решает, кому когда играть. И всё. И все семь человек должны, как бы... И, кстати, таким образом легче тренироваться. Потому что, например, там, по вторникам мы играем Трейн и Мираж. И это одна пятёрка. А по средам мы играем, там, Инферно и Оверпасс. Это другая пятёрка. И, соответственно, у людей появляется дополнительный выходной. А дополнительный выходной это тоже неплохо. Ангел. Дел килл. Но при этом Тапсон, как всегда, демонстрирует нам суперстрельбу из Юспа. Килл в ответ. Смуя загулял на детской площадке. Команда Hellraiser стартанула на точку А. Пока что тут никого нет. Но игроки защиты могут успеть. Гоби занимает машину. Ангел его заметил. Пытается занять банк. Гоби моментально падает. Хелпа тоже подошла. В банке. Ну, как же Ангел круто сыграл. С Глоком. 12-4 в пользу. Восставший Кизада. Вот. И мы, кстати, пришли теперь к самому главному, друзья. Кто-то нам писал в чате, что лишние траты не нужны. И вот тут ты полностью прав. Потому что такого игрока нужно обеспечить. Ему нужно платить зарплату. Его нужно возить точно так же на турниры. И, соответственно, это в месяц для топ-команды дополнительные 5000 долларов. К примеру. Даже если платить ему зарплату не такую, как у всех. Но все равно он должен ездить. Экипировка должна быть и так далее. Соответственно, вопрос в деньгах. Ну, поэтому ждем, пока, возможно, еще больше денег появится в киберспорте. Чтобы это вообще был не вопрос. Хотя, на самом деле, для европейских, для американских команд это не вопрос. Даже сейчас. Для наших, да. Гамбит, Нави, как бы, еще в этом плане считают деньги. Для них напряжено там взять одного, второго, третьего человека. Дэдвокс стоит у нас на монстре. Чекает. Возможный врыв. Там у нас три человека на планете Б. Подсадочка неплохая. Но Дэдвокс Тизиан не видит. Да и не увидит. Бомб подберет. Воксик, по идее. И вот куда пойдут. Если на Б, тогда это шанс. Оп, заметил Дэдвокс подсадочку. Тизиан очень сильно просел. Пытается Дэдвокс в итоге запушить. Монсят неплохо игроки защиты. Дэдвокс умирает. Воксик пришел, сыграл на размене. Но не попал ни по кому. При этом, кстати, Воксика бомба. Им надо играть очень аккуратнее. Потому что он бы сейчас умер и досвидался. Его тиммейты совсем далеко. На Б плент. Точнее, на А плент с точки Б. Решили перегруппироваться игроки команды Биг. Смуя. Откидывает вот такую вот флешку. Она ослепила только что лонг. Смуя за контейнером. Видит тень. И забирает Иса. Команда Хэлл Рейзер сможет отдать этот раунд. Воксик остается один с юспом. И в итоге 12-5. Я вам скажу, в чем проблема. Проблема в том, что... Когда умирал у нас Дэдвокс под Б плентом. У игроков на точке А, под точкой. А у игроков команды Хэлл Рейзер не было позиций. То есть они на самом деле должны были стоять уже под А плентом. И, грубо говоря, собрали инфу, пошли на А. А они в итоге поняли, что на Б засада и стартанули с фонтанов аж. Ну а пока они стартанули с фонтанов, игроки защиты тоже уже успели перегруппироваться. Дэдфокс. Вместе с Исой идут на фонтаны. Этой человек на лонге. Подходят аккуратненько на шифтах. Идут крадутся игроки команды Хэл Рейзер. Через банан, видимо, будут заходить на плент А Но если затащат этот раунд, тогда, по-моему, камбэк отменяется А вот если раунд не затащат, тогда у бигов, мне кажется, есть шанс Смуя неплохо расконтролил Сака Моксик Дэдфокс Иса сразу падает Гоббис играл неплохо на размене Ну и Ангел последний игрок команды Хеллрейзер Который попробует сейчас делать какие-то минусы Но, опять же, Ангелу мало что светит Хазы правда или нет, но Хаус говорил, что только тир-один команды Что-то зарабатывает, остальные еле-еле концы с концами сходят Да, он полностью прав Так и есть, друзья А за что платить? В киберспорте платят за медийку За медийку Призовые, на самом деле, как бы там ни было, очень маленькие Очень маленькие призовые Понимаете? То есть ты занимаешь... В нормальном спорте ты занимаешь десятое место И ты все равно при деньгах довольно больших Или там в футболе Ты можешь быть, не знаю, пятой командой в чемпионате Или там местом, да, чемпионате Страны какой-нибудь И у тебя зарплата просто зашкаливает А в киберспорте ты должен быть в топ-5, в топ-10 Для Америки чуть ниже планка Для Европы выше планка Для СНГ она вообще зашкаливает Поэтому, да, я полностью согласен с хаосом, он прав Это знаю То есть у нас, опять же Там, вот Китай, первое место 150 тысяч долларов Это хорошие деньги Но при этом занимаешь ты там Восьмое место, десятое место Ты зарабатываешь пять тысяч долларов на команду Может, такое пять тысяч долларов на команду Это Смешно Дэдфокс Прилетает граната на точку B Воксик докидывает, как Эль Молотова, на бочке Но, по-моему, не собирается команда Hellraiser выходить пока на B Они делают все, чтобы Откинули банки у нас игроки команды Big Но Big'и сэкономили Есть флешки, есть смоки 50 секунд до конца Как-то очень, очень много времени еще Точнее, мало, пардон Только они фонтаны занимают Пока дойдут до Аплэнта Будет 25 секунд А там заходить будет крайне тяжело Ашерам нужно ускориться Дэдфокс Аккуратно сыграл, забрал легию Ангел Оцеливает Гоба B Ну и дорога на Аплэнт открыта Дэдфокс в итоге фейкует Откидывает смок Чекает зигзаг Разваливает смуя Нужно жить теперь Просто не вылазить И уходить на Т-спаун Но Дэдфокс Решил уходить в дверь И Тизен его догнал Но инфа есть Соответственно, Ашеры берут раунд Но тут подставились, если честно Биги сами То есть не нужно было Ни в коем случае уходить Там Один килл нормальный Это Дэдфокс Убил легию А вот как Гоби погиб Там Просто на него вышли Загулял Слишком загулял Сегодня был камбэк Сегодня на Мираже был камбэк Ой, не на Мираже На Кэше был камбэк И на Инферно, в принципе, тоже был камбэк Как-то так Ну, это 13-7 И, в принципе, у команды Биг будет бай Но согласитесь, пока что Биги не так хорошо играют Как они играли Весь день Быстрый выход от команды Хелл-Рейзер Сна Бэплэн Дэдфокс забирает легия Приходит Гоби с Тизианом на помощь Живет Тизиан На бочке до конца 6 хеллс-поинтов И в итоге у него получилось ворваться Будучи красным Воксик и Бонтик падают Ангел В конце этого раунда 1-2 Против двух снайперов Бомба на кармане И он уходит в двери Довольно быстро играет Топает И, по-моему, его еще никто не услышал Один на хеллпе Другой играет на балконе И до сих пор Ангела никто не слышал Тапсон чекает хеллпу Но Ангел уже при этом под аплэнтом Получится ли? Ангел! Думал Ангел, скорее всего, что его читают Но никто его не прочитал Его никто не услышал Смоя только сейчас Пытается вернуться Играет на балконе Ангел проверяет Топает А теперь его услышали Да, Смоя уходит А вот теперь все плохо Ангел решил сыграть Агрессивно Многоуровневая карта, конечно По звукам разобраться Не всегда очень легко Ангел ставит плент Ну и уходит просто на банк По расположению бомбы Пока что он читается Довольно неплохо И по-прежнему, кстати, в две Снайперские винтовки играют Защитники Летит одна граната Вторая граната Смоя выходит на машину Пытается прочекать Ангел замечает Смою Моментально его забирает Один на один Оп И как же он круто Может в этот смок отыграть Его вообще Тапсон не читает Ангел уходит за контейнер Ну слева же Слышно было Ангел Ну как же так Успевает Тапсон Раздефузить Хороший шанс был У Кирилла Красева Первого забрал Классно Неплохо отыгрывал Потом под вражеский смок Но вот потом Как-то не услышал Хотя опять же Есть момент Который мы с вами слышим А игроки Не всегда Так что у нас Чат опять умер что ли А нет Не умер Чат Чат не умер просто Его не отмотал вниз Как думаешь Сколько еще Астралис Будет унижать всех Мне кажется Очень долго Астралис Сейчас вышли на Такое довольно высокое Взаимопонимание В команде И до этого Взаимопонимания Огромному Количеству Коллективов Еще очень далеко Они просто На другом уровне И добраться К ним будет тяжело Но может быть Как обычно Кто-нибудь начнет Пороть Горячку Такое тоже бывает И собственно Заруинят им Будущие победы Это тоже возможно Я видел что На турнир Флипсайд Зарегились А Мариков В составе Нет Макс репост На какой турнир Зарегились На какой турнир Зарегились Флипсайд Я вообще не знаю Где им теперь участвовать У них Инвайтов нет Квот нет Не знаю Хотя нет Они же попали А нет Не попали На мажоре Их вообще не будет Они не прошли От Валу открытую Нет Открытую прошли А потом Открытую не прошли Дэдфокс Падает Выход на точку Б от команды Хеллрейзер Все действуют Через монстра Коктейль Молотова Смоки Ангел Откидывает смок На малые пески На балконе Тем временем Стоит Гоп Легия Падает в малых Тапсон Сыграл на размене Очень красный Бондик пытается Его наказать И справляется Ну а теперь Нужно просто Убирать балкон Но при этом Балкон действует Агрессивно И ошибается Как Ангел Так и Бондик В конце концов Воксик Возможный герой Этого раунда Один против двоих Прилетает флешка Воксика АВП Ему очень важно Сделать выстрел Пикнуть И сразу же Кого-то Отстрелить Но не получается Смуя взял Юспик И забрал Воксика 13-9 Еще один раунд Скопилка Команды Биг И у Ашер Неплохие Получается Варианты Да Постоянные Какие-то Пики Но при этом В целом Конечно Беда Раунды Они не берут Это проблема Киса У нас В туннелях Занимает Пока что Банан Игроки Защиты Но Исмуя Ждет Коннектор Там у нас Два Человека Пойдут Ли Чекают Пока что Ступеньки Будут ли выходить Французский Шведский КС умер Ну Французский Да Шведский Нет Почему вы Так решили Французский Ну и опять же Французский Не умер Не Вы слишком Как-то Вы Слишком Преувеличиваете Мне кажется Друзья А французского КС я даже Не помню В Сорсе Был В КС Го Вначале А так Потом В принципе Они Не сильно Играли Прямо так Чтобы Капитально Иса Забирает Нас Гоба Би В лиге Тем временем С Эммочкой Проверяет Банан Чекает Лонг Прилетает Флешка Воксик С ЭЗшкой Команда Хэлл Рейзерс В пятером Неплохо Зашла на Аплэн Врываются Защитники Под смоки И в итоге У АШР Получается взять раунд Без шансов А денег-то нет Потому что Всегда у команды Хэлл Рейзерс Неплохо получалось Они раунды Я говорил Не брали Но при этом Килы-то постоянно Были Вот и все Не понимаете Французский КС Как бы был вначале Очень неплохой Когда Нипы всех Уничтожали А Титаны Были там На втором месте Потом В какой-то момент Они стали Периодически Брать турниры Ну а потом Они сделали Суперкоманду У себя Помните Как раз таки Титан По-моему Да это была Суперкоманда Или G2 Или Энвис Не помню Какой-то вот Один суперсостав А когда ты делаешь В стране Суперсостав То в итоге Хромает И страдает Все оставшиеся Сцены Если этот суперсостав Потом забивает Или что-то идет У него не так То собственно Играть потом некому И в этом плане Конечно У шведов Было все получше Ой Забирает нас Бондика Ситуация 4 в 4 Легия падает Губи умирает Ну тут контроль карты И Все получилось Неплохо Для HR Хотя вот сейчас Можно ошибиться Тапсон забирает Иса Бомба бежит По лангу И если Тизиан реализовывает Свою ЦЗшку Тогда все получится Воксик А почему Воксик Так рискует Я не понимаю Воксик Что ты делаешь Откуда понимание Что там Банки никого нет Просто лол 40 секунд Как это дизинфа Просто у команды Хелл Рейзер Свою ЦЗшку Пробежался И все И все Куда по твоему мнению Нужно пойти скриму Скриму нужно Не знаю В любую команду Так Составы 3 Надборы Бекаста льгом Смотрите Турнир без марика Интересно Акселя Акселя Аксель 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 это же игрок Команды 5balls По моему Да Жестко Палку не берут Акселя берут Бедаль пча Марик видимо Решил просто Отдыхать Летом У него Когда-то был Ник Люблю отдыхать Он решил По полной программе Отдохнуть Три человека У нас на лонге Возможно Бондик Сейчас открут Какую-то банку Хотя нет У него нет Флэшик Лонг проверяет Воксик Но там же Авик Может быть Хотя Авик у Тапсона В туалетах Но опять Он тоже должен Делать минусы Тапсон Дел килл Ангел погиб Гоби И тут на машине Пошла какая-то Неплохая раскидка Мисса забрал У нас Тапсона Минус Ещё Мне остается Один бондик Один Против четверых Девять секунд До конца Бондик сейвит Четырнадцать Одиннадцать И как бы Тут допов Не было Опять же Девять секунд Девять секунд Девять секунд Одиннадцать Одиннадцать Тайм-аут Джон-то вписывается Попробует... Не, ну... Два просто раунда шары подарили Бигом Если не больше Уже могли давно закончить Что ты думаешь о Кёльн? О Кёльн Я думаю, что Кёльн очень красивый город Всем рекомендую туда съездить Не засыпай Да я не сплю, друзья, я не сплю Просто, ну... Хотелось бы, чтобы HR уже просто взяли карту И на этом всё закончилось Они как бы сами оттягивают И ещё, не дай бог, проиграют И будет снова бедаль печа СНГ КС Потому что, ну, карта их Биги выбирали оверпасс Но играют очень плохо на овере Как, кстати, Россия сыграла с Уругваем в итоге В конце Бондик Хорош хэдшот Единственный калашников Тапсон Забрал Воксика из АВП Бомба лежит Но вот бомба В итоге все истягиваются на бомбу, конечно Бомбы не подобрать Трипл От Тапсона очень жёстко он тут работал пока Бондик решил через лонг в итоге пойти Пока что играет аккуратно Дэдфокс на шифте Готовится ворваться на плента С Глоком Мог двоих забрать, но не получилось 14-12 Ещё один раунд для команды Биг Как ты познакомился с Карасёвым? Расскажи, пожалуйста Ну, когда-то Кирилл Карасёв был игроком Средней киевской команды По-моему, он приехал во Львов на чемпионат И они тогда заняли первое место Это было там первое, по-моему, знакомство Плюс очень часто и много мы путешествовали по Украине Соответственно, встречались с Кириллом И его командами в чемпионатах Потом он за гейминг играл Ну и как-то вот так вот Пересекались, скажем так Бондик забирает Настизиона Наконец-таки первый килл от Ашер Но при этом потеряли Дэдфокса Иса Решили быстро сыграть направление точки Б У нас Ашеры Бондик чекает спину Там у нас никого Вся команда Ашер стоит у нас на пленте Б практически Ну и Тапсон ловит Воксика Вот это зажатка Смог, но, видимо, по инфилегии он топил В итоге Бондик один Против четверых тоже падает 14-13, опять нет денег у Карана Хеллрейзер Снова временная ничья Просто скучно одному комментировать Не, ну, ребят 12 часов Я начал, да, работать сегодня Сейчас уже 9 Ну, понятное дело, что Когда ты один комментируешь Вообще я считаю, что комментатор не должен работать больше 2 БО-3 То есть 2 БО-3 это лимит Для любого нормального человека, комментатора Когда ты комментируешь уже больше, то, соответственно, ну Ты работаешь на износ И это не всегда Хорошо Остал я вообще сегодня в 8 утра С Муя С Савиком Чекает Лонг Ниса у нас пока что туда-сюда бегает Попробует как-то свой калашников показать Ну, на Б-плайн можно было бы сместиться, но Шер от этого не знает У нас на Б-1 Легия Бондик пытается проверить сейчас Точку Ну, туда вроде как идут Но при этом СМУ еще на Б-плайнте Он помогает 2 на А, 2 на Б Так вот играют, ребят Прилетает флешка Очень красная Легия, 17 Хеллспоинтов Бондик С СССР Все-таки падает у нас Легия И СМУ если промахнется, тогда это шанс для команды Хеллрейзер Прилетает коктейль Молотова на плент Воксик Ставит бомбу За колонной у нас находится Иса Ну, как же разыграет, аж Шеры Тизиан проверяет колпу Бондик загулял Воксик тоже И Иса в конце этого раунда 1 в 3 За колонной Нужно показывать характер Выходит, стреляет под балконом СМУ я промахнулся Иса его забрал Иса И все-таки Тизиан втопил Время на ничья Камбэк от команды Биг, 14-14 Иса лучший игрок Европы Точно? Ты ни с кем его не путаешь? Ты ни с кем его не путаешь, а? 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 Коктейль Молотова на зигзаг Бондик Откидывает смок Начинает пушить команда Хеллрейзер Собрать перед дигом Ну и что, снова быстрый выход на Б плент? Ну их отсекает Пикать старались сейчас Ашеры быстро Точку Б не получилось Но теперь придется разыгрывать Бум! Бадабум! Тапсон забирает нас Дэдфокса И команда Хеллрейзерс остается в меньшинстве Отходит у нас Назад на фонтан Тапсон Че творит? Воксик Моментально падает Неужели команда Биг заберет этот оверпасс? Если команда Биг заберет этот оверпасс Тогда нас ждет три карты Потому что на трейне они точно должны проиграть С этим трейном, который мы видели против геймбитов Ничего не светит Но если бы Ашеры взяли оверпасс Тогда было бы две карты И мы бы все с вами Аккуратненько пошли в кроватку Тапсон Уходит на хеллпу Идет на банк Легия На машине Смок лежит Бондик проверяет лево-право Легия топит Минус Бондик и Ангел Без шансов 15-14 в пользу команды Биг И пауза Последний раунд на экране Или допы или победа Биг Кто бы мог подумать В этом матче Просто жесть Сколько своих раундов отдала команда Hellraiser Не пересчитать По статистике у нас У Легии 8 У Воксика 11 Кстати не самая хорошая статистика Для снайпера на оверпассе Потому что АВП тут сильно решает А вот Воксик просел Просел Фраг лидер У команды Бига Тапсон Фраг лидер у команды HR Это Кирилл Карасёв Капитан команды 26 врагов Помню времена когда Гитрайт был топ-1 с Hellraiser Среди игроков Затем я его сменил Какой-то парень из Турции Сейчас вообще куда-то скатился Не, ну это топ-1 такой Как бы мясной Это не тот топ-1 Это Статистика чисто за все игры То есть Парень из Турции Там играет И играл очень Это Ксантарес Он часто играл Там Против ноунеймов И набивал кучу фрагов А про игроки Они как бы Часто играют Тир-1 игроки Про игроки Тир-1 Они часто играют просто На больших турнирах Против очень жестких Там Ты так много фрагов Просто не стреляешь Ну что, к чему пришла команда Hellraiser Ангел Получил хаешку В дверях Дэдфок контролит монстра Ашеры заняли начало дуги Минут времени до конца Бондик кидает флешку И проверяет сейчас Коннектор Тут у нас Гобби Гобби Погибает С ним справились Преимущество в одного бойца 2 на B2 на В итоге У ребят Смой чекает лонг Ну а дугу Проверяет Тапсон Кстати Авики Видите Работают просто на точке А Ашеры идут все таки в направлении Планта А А это Проблема Но Тапсы нам справились Бондик падает Ускоряются Ашеры Будут заходить сейчас Нас мую Вот один чекает лонг Возле машины Намахивается И моментально Ангела убивает 2 в 4 И это допы Это допы Скорее всего Вокс китает бомбу у контейнера Перетягивается при этом Тизиан Легия у нас на хелпе Дед фокс 15-15 Ашеры выигрывает раунд Допы Ждем, пока ребят напишут Реди Ол Продолжение следует... 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 Тогда самый лучший репортаж С этого ивента Был просто на канале Зевса Поэтому реально Мне кажется это его сфера Работа на камеру Легия стоит у нас Чекает зиг Туда подходят игроки атаки Дэдфокс аккуратно на шипте Проверяет сейчас плент Б Но по моему Дизен заметит тень Нет тени не было видно Дэдфокс делал свой минус Но при этом очень сильно просел Нужно играть аккуратно Ну плохое решение Потому что была инфа что один красный И нужно нашивать Однако Бондик неплохо перекрывает эту же позицию По сути на Б пленте остается один Игрок защиты Хотя по моему второй тоже подошел Тапсон пикает Бондика Но при этом в ланге Присутствует Иса Который может зайти на А плент И дать инфуш Там пусто Причем как Иса Так и Ангел Тут игрок с бомбы Обходит через Т-спаун Придет коктейль Молотова на банк Ребята проверяют Все возможные позиции И в итоге гоп падает Тапсон Один против троих И ничего И ничего друзья не происходит Потому что Тапсон Просто весь в смоках В коктейле Молотова Но это раунд по моему для Ашера И это 2-1 на допах Погибает Тагит Апсон 17-16 Ждем рестарт Репортажи изнутри И извне Немного разные вещи Нет? В смысле? Изнутри и извне А в том плане Что у Зевса был доступ Ну конечно В этом плане Когда у тебя такой доступ К игрокам Это жестко Сейчас перестал нам вроде пилить Я скучаю Ну он просто перестал Оператора с собой возить Меньше заморачиваться По этому поводу Просто снимает Такой лайф Контент Гобби друзья Вместе с командой Биг Занимает Точнее вместе с Лиги пока что Занимает Область под Зигом Точнее даже сам занимает В тем временем Дэдфокк щелкает лонг Тапсон падает А смыя пикнуть его не смог Не хватило Не знаю чего Флешки Как-то слишком быстро Занимали лонг Неаккуратно сыграла Команда Биг В этой ситуации Но в итоге Гобби просел Тапсона нет И такой раунд Конечно Ашерам отдавать нельзя Никак вообще Вообще никак Без вариантов Без шансов Но бомба на лонге Ждут Биги Не знаю Какой-нибудь удобный момент Хотя в принципе Уже позиция не занята Для того чтобы атаковать Но почему-то стоят Сгорает в итоге Гобби Сранно Коктейль молотова он слышал Мог отойти Видимо Но не получилось Тизиан врывается Через лонг Ангел уходил за контейнер В итоге Дэдфоккс немножко подставил Но в целом Воксик отрабатывает с авиком И в конце концов Смуя 1-4 Или Смуя берет раунд Или Ашер обеспечит Тебе как минимум Еще одни допы Смуя только что видел тень Поэтому Стравиться с локом Была не проблема Но и такая же ситуация Для ангела В итоге ангел Сумел сделать свой минус Это 18-16 Два маппоинта Когда встретимся Давно не видел тебя Со школы Да хоть завтра Давай встретимся Посидим Поспоминаем Аллу Петровну Варвару Борисовну Никиту С параллельного Никита Штранцем стал Он таким Кстати неплохим АВП у Воксика АВП у Дэдфокса Контроль карты Роб Б Выходит Дэдфокс Совсем не понял Что на столах Возможно Ходит соперник Исад Ходит назад Ангел Тем временем Перебегает Куда-то Поближе к банку Воксик На ступеньках При этом Справился С одним из соперников На изи просто Не предупредил Легия Что не до конца Проверил коннектор Но все-таки Справились Воксиком в ответ Три в четыре Ну и опять Чего-то в команде Хэлл Ризерс Не хватает В меньшинстве Неужели Бигги снова Затащит на допы Бомба В руках Команды атаки Тапсон Должен ее подобрать И по идее На точку Б Пойдут Тапсон Пошел Ангел стоит у нас На туалетах Но вроде как Поджимает И собирает инфу Коктейль Коктейль Один Коктейль Второй Но при этом Два человека До сих пор На вепленте От ангел Подставился Немножко Если бы сделал Свой минус Я думаю Бондик Миссисы Тоже могли Сыграть Но нет Не получается Тизиан Разбирает Ису Погибает Бондик И это 18-17 Один раунд Отделяет Сейчас Команду Биг От еще Один топов Авика Дэдфокса Авику Воксика Перелетает На зиг Коктейль Молотова Несколько хаешек Но зиг Оу Вот это Комбинашка Две хаешки Просто тютелька В тютельку Залетает Ангел Отчалил А где это вообще На зиге Где он прыгал На зиге По моему Где-то Нет Это хаешки Стандартные На Вот этот чек Круто Такие В стиле Астралис Называется Не проверяй Зигзаг Лишний раз Надо запомнить Эту комбину Там в принципе Ну почти всегда Игрок защиты Крутится Хорошие банки Ну и на Б плент Снова собираются На Бондика И Иса Иса на пленте Бондика у нас На халпе Начинается Раскидка гранат Прилетает Коктейль Молотова Дэдфокс Справляется С легией Все горит Все пылает На Тизиан Собрал Дэдфокс Собрал игрока На пленте И в итоге Ничего вовсе Не светит Это снова допы Это 18 18 Какое максимальное Количество допов Ты видел Я играл В одних Из самых Затяжных допов Это был Мираж Против Варигеймс Турнир Вене 2012 Год Там что-то 35 35 И тогда допы По 3 Играли Ну по 3 Да так же По 3 То есть это были Там 5 допы У нас Или 4 Или 5 Думаю кстати Демка может быть Есть В матче На хелл тв Должна быть Мне кажется Если загуглить Ибэнтс Какой-нибудь архив Ну это надо Не знаю Как же Начало CSGO Карьеры Веригеймс 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 2010 Год 2012 Нави Дебют Вене О Лол Есть целая новость 3дмакс Над Свинсера Finally Все очень ждали Как мы себя Проявим На этом чемпионате Dead Fox Уходит На лонг Тем временем На банане стоит У нас Воксик чекает Фонтаны Воксик Ловит Гобоби В большинстве Команда Hellraiser Выход Снова На Воксика Он тут Dead Fox Может помочь Кстати Воксик Отошел Иса Забирает Первый раунд Первый раунд Но Друзья Что это Дает По большому счету А пока что Ничего Всего лишь Один раунд Так Вот я Нашел Новость Прям Про то Как мы Участвуем На этом турнире Но при этом А вот Маркелов Веригеймс Видео Это был мираж Смуя Забирает Нас Ангела Тизиан Выходит Чекать Хилпу Дэдфокс Стоит Пока что Проверяет Коннектор Ну Тамсон Ждет Стоит Просто Ничего Не делает Крутится Вертится Сюда Сюда На Б-плэн По идее Собирается Пойти У нас Атака Очень Все Долго И медленно Выход на Бонника Спалилось Два игрока Защиты Легия Пытается Ответить КТшники Уходят Поглубже Но при этом Коннектор Занял Дэдфокс И этот парень Сейчас будет Принимать Смую Второй Тут В П-250 Туда-сюда Ходит Или даже Не Смую А всех остальных Забрал Тапсона Игра на Размене Команда Биг действует Довольно Быстро Например Банана Но тут Грубо говоря Может быть Почти Три человека Воксик Вправился Со Смуей Десять секунд До конца В любом случае Выход только на Воксик Всех Прибивает Минус Три На Португалию Или на Иран Ставить В футболе? Конечно на Португалию Какой Иран вообще Какой вообще Иран Хотя Ну братан Я в футболе Вообще не разбираюсь Если честно В современном Не следил И Наверное Уже не буду следить Что скажешь О переходе Всего состава СК В МИБР Я выпущу Влог Себя на Ютубе Друзья По этому Поводу Там Есть Несколько Инсайдов В целом Условия Очень хорош В МИБР Ну Точнее В МИБР Поэтому Собственно И Перешел Фолин И компания То есть Это не ИСКА Отказались Как многие Думают Из-за плохих Результатов Немножко Наоборот Дэд Фокс Чекает Сейчас Банан Выпад От Гоба Би Ангел Не проверяет Под собой Еще и ловит Флешечку Тапсон Разваливает Воксика В итоге Дугу Заняли Неплохо Игроки Команды Биг И атакую Таплэнд Но при этом На ланге Дэдфокс И этот парень Может сейчас Забирать Дэдфокс Щелкает Тапсона Легия В итоге Падает От Иса Ну и Гоб Бит туда же Тизен Последний Игрок У ребят Из Берлин Интернешнл Гейминг Да 21-18 Это 3 подряд А тогда Счет Если был 30-34 Это значит Какие допы То есть 21-21 Это вторые 24-24 Это Третьи 27-27 Это четвертые То есть 30-30 Это пятые Это были Шестые допы Чуваки Чтобы вы понимали Мы проиграли На шестых допах Жесть Шестые допы Ну и по-моему На турнирах Официальных Да Если не брать Ваши ППЛ Это Может быть Даже рекорд То есть На лане Причем Это был Такой Неплохой Международный Лан Там Нипы Были Там Вэри Геймс Были То есть На тот момент Самые сильные Команды По CSGO И наша Первая игра Кстати На лане В CSGO Против Второго места Короче Неплохо Мы тогда Сыграли Очень неплохо От нас Никто Такого Не ждал Результат Гоби Чекает Сейчас Лонг Не знаю Насколько Это удачно Вообще Решение Потому что Снайпер Обычно Выходит Вот таким Вот Образом Притает Слэшка И гоба Просто Отогнали Если Боксик Беслэшки Чекал Тогда Гоб Наверное Бо упал Но Другой стороны Там тоже Мог Быть АВП И тогда Все было Наоборот Гоби На контейнере Проверяет Сейчас Банан Уже Довольно Близко Подобралась Команда Hellraiser С Клантуа И Можно Сейчас Атаковать Точку Как тебе поступок Чел из Ликвид Который Написал Про Нацизм У меня В инстаграме Ребят Я записал Влог Я же теперь Влоги Пишу Не только На ютуб Но и на инстаграм Там в инстаграме Новая платформа Появилась Выход От команды Hellraiser Сна Планта Падает У нас Смуя Очень близко Уже HR К пленту 40 секунд До конца Но вот У гоба Би Позиция Просто Неимоверно Классная По моему Этот парень Сейчас затащит Хотя Бондик Догадывается Гоби Забирает Иса Дэдфокс Рассказывает Леги Бондик Почему же До конца Не шьет Фоксик Минус Тизиан Бондик Догоняет Скигоба И Тапсон Последний игрок 1-4 Но это победа Но оверпассе Все таки От команды Hellraiser Если они взяли Оверпасс Тогда мне кажется Больши Очень большие Шансы Быть все таки На трейне Потому что Трейнубиг Никакой Ну по крайней мере Был никаким Поэтому В инстаграме У меня Можете глянуть Там Говорю В инстаграме Появилась Новая платформа Называется IGTV И это Такой себе Аналог Ютуба Поэтому Смотрите Там Пожалуйста Там Уже Два Видео У меня Есть Следующая Карта Через Пять минут Увидимся Увидимся